Небольшой совет для любителей прослушивания музыки с плеера или радио. Современные смартфоны все больше и больше выпускаются без разъема 3.5 джек. У них идет разъем USB Type-C и получается, что на смартфоне один разъем. Чем плох этот разъем? Вот, допустим, взять смартфон у Mi Digi. У него идет разъем Type-C. Если мы подключаем сюда наушники Type-C или через переходник, то есть Type-C сюда включается, на нем переходник, в него уже подключаем обычные наушники. Чем это плохо? Разъем получается шикарный, он двухсторонний, в нем очень много функций, но сам штекер, он получается у нас торчит. И торчит довольно много. Это неудобно. Почему? Потому что мы подключаем наушники для чего? Чтобы ходить с этим устройством по улице. В автобусе, в машине. Куда кладем? В карман. Кладем в карман с такой балдой, которая может отпасть. Помимо того, что она может сама сломаться, она может еще и разбить сам разъем Type-C. Если вы разобьете разъем Type-C, то сами понимаете, где вы его отремонтируете быстро. То есть вы останетесь на день, как минимум, без смартфона. То есть вы его не зарядите. Если там еще, конечно, что-нибудь не замкнет. Вот это, я считаю, большой минус. Ну, что делать? Нужно как-то выкручиваться. Это первый момент. Второй момент. Современные смартфоны все больше и больше идут, так скажем, по стопам Apple. И у них нет функции FM-радио. Многие считают, что FM-радио это уже анахронизм. Но вот я и многие другие люди все-таки считают, что радио это не что-то старое, пережиток старого. А это хорошая функция, которая, на мой взгляд, должна быть в каждом смартфоне. Все-таки это и музыка, музыкальные радиостанции, и новостные радиостанции. Это очень-очень нужная вещь. Но вот что делать? То есть либо пользоваться на современных смартфонах вообще вы радио не сможете, и придется пользоваться через интернет. А все-таки не у всех интернет высокоскоростные на смартфонах, и безлимитные, где вы можете послушать те же радиостанции, но через интернет. И разъем может сломаться, и тому подобное. Но как-то нужно выкручиваться. Что я предлагаю? Вы скажете, ничего сложного, покупаете любой плеер и пользуетесь. Да, я согласен. Если вы хотите слушать музыку, вы можете купить любой плеер, хай-энд, качество и тому подобное. Их очень много, там от 2000 до 50 тысяч нормально. Если вы хотите там обшитые кожи и за 100 тысяч есть. Но что хочет обычный среднестатистический потребитель? Он хочет при том, когда он едет на работу в развозке или в автобусе 45 минут, он хочет послушать за это время любимую радиостанцию, музыку, новости, что произошло в мире. И получается смартфон отпадает, потому что у нас, как мы уже сказали, что либо FM нету, либо разъему боится сломать и тому подобное. И человек покупает простой плеер, их сейчас очень много, они от 500 и выше, и с экранами, и без экранов. Но у всех, у них есть одна проблема. Я сам с этим столкнулся. Смартфоны, естественно, имеют хорошие аккумуляторы. И даже если вы, допустим, у вас смартфон с разъемом, ну не важно какой разъем, просто вы подключаете наушники. И смартфон в режиме радио у вас может работать сутки, если не больше. И на аккумуляторе это не особо скажется. В плеерах немножко по-другому. Взять среднестатистический плеер, допустим, Sony. Да, у Sony хорошее звучание, у дорогих, естественно, хорошее звучание. Но вот у дешевых плееров, допустим, я не буду говорить конкретно модель, но плеер, имеющий радио и имеющий аккумулятор встроенный, несъемный, встроенную память 8 гигабайт, стоит 2500. 2500. За это вы получаете несъемный аккумулятор, которого хватает при прослушивании радио на 5 часов всего. Я считаю, ну, это просто какой-то позор. Я все понимаю, когда вы покупаете китайский плеер с такими же функциями, но, естественно, там звучание будет немножко похуже за 600 рублей с Китая. Это простительно. Но у Sony, это Sony. Многие привыкли, одно только название Sony, это уже о чем-то говорит. Но вот, вот такой факт. Да, если вы прослушиваете MP3 музыку, хватит его на дольше. Но вот радио 5 часов. Взять, если плееры подешевле, допустим, за 1200, за 1300, это тоже очень много всяких компаний. Бывает даже, что один и тот же плеер выпускается под разными марками. Ну, понятно, что это есть OEM-производитель, который разработал, или мы разработали конкретную модель плеера. И этот плеер он продает по всему миру, упаковывая в разные коробочки и рисуя на нем разные названия. Тоже знакомый, приобрел плеер X-Play за 1300 рублей. Встроенная память 8, но уже есть разъем для карт памяти. Да, это очень хорошо, то, что, по крайней мере, я уже не завишу от встроенной памяти. Я могу добавить туда памяти и записать свою любимую музыку. Ну, он тоже столкнулся с такой же проблемой. Аккумулятора хватает очень на непродолжительное время. И, естественно, это его не устраивает. По звучанию. Опять же, среднестатистический человек не обладает таким слухом, чтобы уловить тончайшие нотки в звучании той или иной мелодии. Взять, ну, допустим, я учился в музыкальной школе, у меня была своя музыкальная группа, и то я не считаю себя продвинутым таким меломаном, чтобы вот мне там наушники, вот эти мне нравятся, эти не нравятся. У меня, так скажем, запросы выше среднего. Вот, естественно, high-end качество плеера я не буду покупать, потому что, ну, даже не то, что мне денег жалко. Я могу себе позволить, но я не вижу смысла покупать плеер за 25 тысяч и слушать на нем музыку без радио. Смысл? А если я захочу радио послушать, что мне делать? То есть я должен подключать опять к своему смартфону без разъема под наушники через Type-C? Или подключать? Как? Что мне сделать? Многие скажут, что у современных смартфонов есть такая функция, беспроводные наушники через Bluetooth. Да, есть, но вы сможете через них что делать? Вы можете через них опять же слушать просто музыку MP3. Радио вы не послушаете, потому что на дворе 2017 год, но большинство производителей до сих пор не догадались встроить небольшой проводок, чтобы он заменял антенну. И в современных смартфонах до сих пор то же самое, что 10 лет назад, что 15 лет назад. Провод наушников, помимо того, что он передает звук, он еще играет роль антенны. Ну, я считаю это очень глупо. Да, есть, конечно, смартфоны, у которых антенна встроенная, да, это, конечно, хорошо, но в основном это такие третисортные смартфоны, у которых есть эта функция, встроенная антенна, но при этом экран ни о чем, ну, камеры, можно сказать, сразу лучше отковырять и выкинуть, и автономность у них плохая. Вот все, так скажем, ну, не то, что топовые смартфоны, но смартфоны от 10 и выше, которые заслуживают внимания потребителей, у них вот этой функции нет. Переходим к основному. Что я, как я вышел из этой проблемы? Как я решил эту проблему? Поковырявшись, я нашел у себя дома, ну, как можно сказать, уже старый смартфон, даже не смартфон, это телефон Nokia 311. Ну, сначала я расскажу, что это за телефон. Конкретно вот это вот у нас модель 2012 года. Аккумулятор до сих пор живой, хотя ему столько лет, и он работал, в принципе, на износ. Корпус сохранился в довольно хорошем виде, то есть у него закаленное стекло, нигде ни одной царапинки, ничего нет. Единственное, что стерлась у нас надпись Nokia. Что имеет телефон на борту, помимо сенсорного экрана? Он имеет у нас, в принципе, на данный момент камера 3,2 мегапикселя, это, ну, кто-то скажет, что это вообще отстой. Да, это отстой, но она есть в нем, в этом устройстве, и это хорошо. У нас есть внешний динамик, это хорошо, потому что даже в плеерах до 10 тысяч, мало у кого есть встроенный динамик. А иногда это бывает нужно. Дальше, взять, если плееры, mp3-плееры Sony и других компаний сейчас все больше и больше стараются сделать свой собственный разъем для того, чтобы привязать потребителя к этому бренду. Вот, допустим, у Sony у них есть свой разъем. Они говорят, что этот разъем супер-пупер, он может сюда подключить, туда подключить. Среднестатистическому потребителю это не нужно. Ему нужно взять провод, сунуть, зарядить и пойти дальше. У этого телефона два вида зарядки. Старый Nokia, тонкий, и microUSB. То есть, получается, мы уже отвязаны от стандартных всяких нестандартных проводов известных брендов. Дальше. Мы можем установить конкретно вот в эту модель карту памяти до 32 гигабайт. 32 гигабайта. Это не 8 гигабайт. Сами понимаете, это уже хорошо. Смартфон, телефон по размеру точно такой же, как большинство современных MP3-плееров среднего класса. Не больше, а это очень хорошо. Он имеет сенсорный экран. Чем это хорошо? При пролистывании плейлистов или конкретно вы хотите найти какую-то песню в своем плейлисте, очень удобно пользоваться сенсорным экраном. Потому что вы можете быстро зайти в конкретную папку и что-то найти. Помимо того, что в этом смартфоне есть радио, есть MP3, как я уже сказал, что есть диктофон. Вы можете его подключить к интернету, так как у него есть Wi-Fi. Вы можете слушать интернет радиостанции. Вы можете смотреть фотографии, сбросить. Есть калькулятор, есть погода, есть видеосъемка, есть фотосъемка. То есть получается, вы получаете больше, чем MP3-плеер. Тут многие скажут, А, а какое у него звучание? Так вот, у него звучание... Я не говорю про другие, я говорю конкретно про эту модель. У него звучание гораздо лучше всех MP3-плееров, которые вы найдете в магазинах наших до 3000. То есть вот все MP3-плееры, у них звучание будет гораздо хуже, чем у этого смартфона. И у этого телефона. Почему он называет смартфон? Потому что у него вот эта оболочка, ну, многие называют ее, так скажем, его называют смартфоном. Это, конечно, не так, но у меня такая привычка. То есть, опять же, если мы сравниваем MP3-плеер и этот телефон, то этот телефон выигрывает по всем параметрам. Продолжительность работы. Если мы подключаем сюда наушники и включаем радио, он у нас работает, вот, не поверите, 25 часов он работал непрерывно, на самой большой громкости. То есть это уже опережает все MP3-плееры среднего ценового диапазона. Опять же, у него есть сенсорный экран. У большинства MP3-плееров до 3000 у них нет сенсорного экрана, и вам придется управлять джойстиком. Да, кому-то нравится, кому-то не нравится, но если вы хотите то одну песню послушать, то другую, с одной на другую радиостанцию и быстро переключиться. Без сенсорного экрана никуда. Дальше. Опять же, такая функция, ну, может быть, она никому не пригодится. Вы можете его использовать, опять же, как и телефон. То есть просто вставить сим-карту и пользоваться. Ну, я как бы это не делаю, но... К примеру, у вас сел ваш основной телефон, и вы попали в какую-нибудь экстренную ситуацию. Даже без сим-карты с помощью этого телефона вы можете вызвать экстренные службы. То есть оно все-таки сработает. Это, опять же, плюс. И вот получается, что старый телефон сенсорный заменяет современный MP3-плеер. Дальше. Я специально посмотрел по разным сайтам, за сколько можно приобрести этот телефон. Ну, эту модель и аналогичные. В основном они все идут от Nokia. Так вот, этот телефон можно приобрести в целом виде. От 500 рублей до 1500. А за 1500 вы получите этот телефон в идеальном состоянии. И вот тут надо подумать, что вы выберете. Устройство MP3-плеер с ограниченными функциями, либо вы купите что-то аналогичное этому устройству и будете его использовать как MP3-плеер. Мой выбор это взять такой вот телефон. и вы получите очень интересное устройство. Можно сказать, за очень дешево. И получите очень много функций, которые вам пригодятся.